На канале РТВ и новости. Трейстов и Гилл лишат средств к существованию. Совет Безопасности ООН сегодня должен принять решение о заморозке всех счетов группировки, в том числе пополняемых путем торговли нефтью. В этом вопросе едины позиции Вашингтона и Москвы. Голосование в Совбезе предваряет завтрашнее заседание ООН на уровне министров, на котором будут обсуждать будущее Сирии. Напомню, свое участие во встрече подтвердил и глава российского МИДа. Из центрального Манхэттена ко мне присоединяется мой коллега Евгений Маслов. Женя, приветствую. Ждем подробностей. Женя. Приветствую, Валера. Сегодняшнее голосование по проекту резолюции, как считает ООН, это беспрецедентный шаг. Впервые в заседании Совбеза участвуют представители министерств финансов всех 15 стран, участников Совета Безопасности. Оно проходит под председательством министра финансов США Джейка Балью. Огромный 28-страничный проект резолюции усиливает санкции, которые действовали против тех стран и организаций, которые поддерживали и поддерживают террористические группы и устанавливают новые, более жесткие меры против них. Главный упор делается на санкции против тех, кто подозревается в поддержке ИГИЛ. Резолюция будет обязательной к исполнению всеми странами-участницами ООН. Документ предусматривает запрет на продажу нефти или ее приобретение, если речь идет о террористических организациях. Целью изолюции также является недопущение ИГИЛ к услугам международных банков и других финансовых институтов. В Белом доме голосование по этому проекту в ООН назвали одной из существенных мер по борьбе с исламским государством и другими террористическими организациями. Цель наших атак – пресечь способность ИГИЛа получать доход и не дать им возможности осуществлять переводы денег с помощью международных финансовых систем. Говоря об источниках дохода террористов, в первую очередь крайне важна работа военных с нашими партнерами по коалиции в сфере уничтожения цепочки поставок нефти. От месторождений и нефтяных скважин до перерабатывающих нефтехимических заводов и вплоть до автоцистерны топливозаправщиков. Разумеется, Валера, среди прочего, сегодняшнее голосование вызвало интерес еще и потому, что резолюция была без продолжительных споров поддержана как американской, так и российской стороной. Это рассматривается как положительный шаг в контексте намеченных на завтра в Нью-Йорке переговоров по поводу политического урегулирования в Сирии, в которых согласилась участвовать в Москве. Госсекретарь Джон Керри, если вы помните, дал понять во вторник, что США не стремятся непременно к смене режима в Сирии, но повторил, что Ассад не может быть ее лидером в будущем. Москва явно демонстрирует готовность к продолжению диалога с Западом и США в частности, то он сменился. И сегодняшний день вон тому подтверждение. Теперь все с нетерпением ожидают завтрашней встречи международной группы поддержки Сирии на уровне министров иностранных дел здесь, в Нью-Йорке. Спасибо, Женя. Это был мой коллега Евгений Маслов. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард оказалась под следствием. Ее подозревают в соучастии в мошенничестве. Президент МВФ вызвали в суд по делу о выплате властями Франции компенсации в 400 миллионов евро бизнесмену Бернару Тапи в 2008 году. Тогда Лагард возглавляла Министерство финансов в составе правительства Николя Саркази. Само дело Тапи относится к началу 90-х, когда государственный банк Кредит Леон по просьбе бизнесмена выставил на продажу принадлежащую ему компанию Adidas. Позже Тапи обвинил банк в мошенничестве и потребовал от властей компенсацию. Париж ее выплатил. После этого разразился скандал, поскольку многие сочли, что Тапи вернули деньги только потому, что он поддерживал Саркази. В итоге последствия попал не только сам Бернар Тапи, но и бывшая министр финансов Кристин Лагард. Сегодня она заявила, что виновный себя не считает. Сегодня в Ватикане поедают сладко и поют хэппи-безды папе римскому. Исполни ему исполнилось 79. Франциска поздравили традиционные песни и преподнесли торт с одной свечкой. Дети и подростки, которые принимали участие в торжественной церемонии, заняты в социальном проекте помощи беженцам из стран Африки и Ближнего Востока. Понтифик поблагодарил юных активистов и за подарки, и за их работу. Никаких других мероприятий по случаю дня рождения папа римский не планирует. Это все новости к этому часу. Всего вам доброго и до встречи.